Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Номер 1036. События дня. Откровение 3.11. «Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Тут несколько мест. Откровение 22.12. «Все гряду скоро, и возмездие мое со мною». Вот гряду скоро, вот сколько раз здесь встречаются. Откровение 22.20. «Вьетящий сие говорит, ей гряду скоро, аминь, ей гряди, Господи Иисусе». Две тысячи лет назад было сказано, и все это означает скоро. То есть каждый должен понимать, что для него готовится, и как внезапно кончается жизнь. Дальше наше объявление. Считайте, затормозите, и увидите, кто пожелает, могут оказать помощь. Никто только на телефон не посылайте мне. Не с телефона снять вот сейчас, тысячу рублей надо отдать им. Кто посылает, понятия не имею. Наталья, спаси Христос, отец Игнатий. Считайте, считайте мои мысли. Хотел общать и написать, чтобы и мне переслали. А то не могу в скайпе сама себе копировать-то. В память надо кому-то переслать, и потом сохраняется. Вчера два раза смотрел этот ролик, попался мне. А может мне переслать ролик, где батюшка, на ум еврей, у вас в доме обратился. И как вы беседовали, мне хочется знать, как Господь приводит души. И Геннадий Паста тоже. Как он покаялся, обратился, я не могу найти. В Ютубе там их море, океан. Вот в этом ролике вы упомянули о вашем крестнике. Беседа ваша просто бесценна. Тут прослушиваю и удивляюсь. В детстве я думала именно такое. И что есть православие. Как вы говорите. А повзрослев поняла, что везде одна ложь. И молилась Богу, чтобы мне показал истину. И на вас указал Господь. Ну вот понимаешь, который начинает где-то там. У них ничего нет, а просто злобой дышат. Подыскиваются. Узнают, с кем я переписываюсь. И на него начинают, чтобы его оторвать, на мне встречаться. И погубить им все. Ну демоны. Это делают так, демоны. И Амалик добивал отставших. Это всегда было. Это в природе такое есть. Хищники. Они чем не занимаются. Они гоняются там, где можно что-то для сатаны потрудиться. Не для Бога. Им эти люди все равно не нужны. И век они не нужны. А надо, чтобы свалить его, потоптаться на нем. Помощиться на него и убежать. Вот эта подлость, непрерывность. Вчера так говорили. Сегодня все против идет. ДС. Я ничего не могу сказать этого. Это ваша жизнь. Так вас воспитали. Даже с атеистами, с безбожниками сравнивать нельзя. Ну прям непрерывная подлость такая идет, изменяя свое мнение. Вчера было так. Сегодня делается врагом. И они считают это за право. А я так понимаю. Ну да понимаешь, ну отойди медленно. Никак. Он делается врагом, всыпляется. Но все равно где-то на рога напорится. Слава Богу, что есть интернет. Не было бы интернета и телефона, ничего бы не знало. Сейчас такую огромную пользу приносит. Я считаю, интернет это евангельская сеть, через которую люди приходят, обращаются. Ко мне пришел один летом и говорит, интернет это сатанинское изобретение. А почему? Да потому что там или не бывает там, или по разным причинам, или что-то. Ну то есть старобрядческое. Лежало тысячу лет, лежи и дальше. Сколько людей новых приходит? Ведь женщина, вот эта Наталья Усатая, она в Германии, она понимает, а эта взрослая не понимает, почему они там не работают. Они так, шляются там по мощам, по монастырям, где-то шатаются, или вообще по-мерзки живут. Это зависит от самого человека, как им будет пользоваться на благо душ, Господу и души. Слава Христу за все. Об этом Иоанн Кристианкин говорил. Как ты повернешь, так и, Наталья. Так же была рада, когда мне подарили книги Игнатия Тихоновича и Библию приобрела. Другим не понять нашу радость. Блажен человек, уповающий на Господа. Слава Христу за то, что слышит наши совместные молитвы и скорее исполняет. Ну, от Валентины Стартисон она получила мои книги. И вот здесь Геннадий Фас то время не записывали, ничего. То есть Геннадий Фас в доме был, магнитофон был. А что, аппарат дома, видео снимать, об этом разговора не было. А отец Наум, вот это вообще ничего еще не записывали. Нету этого нигде. Вот отца Геннадия в аудио сохранилось. Если желаешь, то это можем открыть. Я могу показать, где, в каком томе. Опять же, через наш сайт можно найти. Елена. Аминь, Наталья. Радуюсь радостью радостной. Радуюсь радостью радостной. О как. А там, как? Злодействуй, злодеи злодейски. Надеюсь, в следующем году Господь поможет поехать в Россию, если ничего не случится. Слава Христу! Спаси Христос вас за разделенную радость со мною, что получила Библию, не какую-то там укороченную, сектантскую, а изданную в православной церкви 77 книг. Ну, и показала, как эту книгу. Фотографии ее здесь есть. Ну, что день прошел. Все-все время тут обращаюсь, отвечаю, заходят, подчищаю, где всякие пакости скверны говорят. У них ничего нету. Так, говорит, демоны вырвались на свободу. Показать наши ресурсы. Вот мой мир. Я люблю его. Очень хорошая система. Вот. И форум. Вчера это была у нас среда. Можно даже посмотреть, зеленый вот тут ткнуть, сколько было людей. Сколько посетили? 188. Вот. 186. Вот. 214. Ну, и наш канал. Канал вот. Сегодня тоже 10 роликов поставил. Голуби уходят в зиму. В зиму. Вот это да. Сколько их вы... Останется. Вот 20 человек посмотрели. А вот обеспечить 40 голубей на зиму кормом. 21 тюрюк. Больше тонны. Вот уже 77 посмотрели. А вот тут инструкция троим по уходу за моими голубями. 138. Или 100... Ну, да. 138. А вот Петр и Павел. Проповедь, говорю. Нет просмотра. Жития святых. Златоуст, говорит, здесь. Один час, 12-13 минут. Тоже ни один человек не зашел. А что подумаешь, Златоуст? То ли дело голуби. Вот такое рассуждение. Ну, а тут, что в Потеряевке. Комиссия приезжала. Я тут черешки готовлю. На лопаты. И посмотрела. 5254. Вот видите как. С Серафимом беседуем. 1047. Ну, вот. Никита возвращается в родную среду. 12506 за один день. Для нас эта цифра уже большая. Так вот. Ну, и во свете Библии наш большой библейский сайт. Тут море информации. И звук, и видео. Я уже показывал это. Но у врагов-то ничего нет. Вчера занятия были в среду. Ну, и вопрос задают. Как вам подражать? Ну, как умеешь, что делать, если ты понимаешь, что это божественно. И подражает. Я перечисляю. Ну, вам не сделать это. Как я в Киргизии был. В горах юрта стоит. Хорошая такая. Я пришел. С хозяином вошел вовнутрь. Он начал зарисовывать. Какие переплетения. Он говорит, нет, вам это не сделать. Это специальная фирма делает. Ну, я и делать не думал. Даже мне просто интересно было. Так и здесь. Это не сделать. Нет. Просто ты бы желал этого сделать. Вот. Биографию Солженица Александра Исаевича повторите. Ну, как ты ее повторишь-то, когда власть другая и все. Ты никогда не будешь капитаном батареи. В войну уже не попадешь отечественную. И далее это. В ГУЛАГ сколько он там претерпел. Заболеть раком, что уже тебя выставили в коридор и внезапно исцелил, неизвестно почему. Это в одной биографии все. И как он там в лагере был. И далее. Быть лауреатом Нобелевской премии. Быть выставленным за рубеж. Потом вернуться. Это неповторимая. Единственная она такая биография. Биография. Так в моей жизни как было. Ты не можешь сейчас вот пойти, идти, проповедовать в тюрьме. Тебя кто посадит за дело Божие-то? Ну, клеветники-то разные есть. У вас не за слово Божие, а там-то другое. У них ничего нету, ничего нету, кроме пакости и подлости. И поэтому они, священники, диаконы, одинаково ведут себя. Подло. Нападают, а ничего нету. Нету. Вот выходим из-за стола. Жену пропустил. Рядом дальше эти. Ой, сцепились там. А каждый женат несколько раз. Ну, а другой там жене в открытую изменяет. И он же и составляет ролик. И всем это известно. Ну, бессовестное совершенно. Еще могу сделать. Каждое утро я только молюсь. Днем не всегда, но еще иногда вспомнишь. На суд Божий предстанем. Господь посмотрит. А дел-то те нападают, то ничего нету у них. И имени нету. Под разными шифрами ДС, СД, социал-демократы, что ли. Ну, вот так. Пока на этом все на сегодня.